Добрый вечер дорогие друзья, все кто вы сегодня пришли на вебинар, покажите мне как меня слышно. Давайте начнем вот с чего. Кто смотрел сейчас видеозапись, которая была сделана после интервью с Анатолием Эдуардовичем Яниевским после февральских событий в Министерстве транспорта Российской Федерации. И там, значит, говорится, что нет альтернативы технологии скорее. Я вам скажу прямо, что я подтвержду это тоже, и это хорошая новость. Я тоже, что приехал из Риги, вчера и позавчера я был в Риге, встречался с различными чиновниками. И что удивительно, значит, человек, который знакомился сам с технологией Скайвей, готовясь к нашей встрече, это из мэрии Южа Малы, да, он сказал, что вы знаете, очень интересно, что я пошарил по интернету, может быть я ошибаюсь, но я почему-то убежден, что на нынешний момент Скайвей является наиболее альтернативной транспортной системой, которая является как бы основой развития транспорта. Все остальное это так, это существующее, а все новизна только в этой технологии. Я у меня спросил, а кто вы по специальности, он говорит, я по специальности прогнозист, значит, экономическую географию заканчивал когда-то в университете. Вот, и я так вот проанализировал, пришел к такому выводу. Поэтому это очень хорошая новость. То, что мы сегодня, как мы с вами сегодня поработаем, как мы построим с вами сегодняшнюю работу. А, настройте звук, как железные банки такие все-таки, да, очень плохой звук, очень плохой звук. Так, давайте его уменьшим, а как сейчас? Там говорят, что те, у кого плохой звук, глухой, сейчас тоже глухой? Дайте знать. А как сейчас? Все отлично. Ну, отлично, я чуть-чуть уменьшил его, может быть, он лучше сразу стал. Таким образом, пойдемте дальше. И поэтому я сегодня хочу остановиться все-таки на прописных вещах, которые связаны прямо или косвенно с адресными проектами. У нас как-то так с вами эта тема адресного проекта, она плавает. Нет явных, как бы, материалов или явных выступлений моих или моих коллег по адресным проектам, по конкретным. Потому что особо комментировать сейчас пока нечего, кроме австралийского адресного проекта. Австралийский проект, который вы уже знаете все, наверное, вдоль и поперек. Он действует на его базе, фактически, вернее, скажем так, его ход действий показал, что то, о чем мы с вами говорили еще в феврале месяце, рассматривая логику построения и действий с адресными проектами, она срабатывает и имеет место быть. Поэтому мы к этому сегодня придем в конце, вернее, в середине. А в самом начале я бы начал с того, что мы на вебинаре вообще хотел бы я вам рассказать сегодня. Значит, смотрите, я первоначально собирался снова говорить про дом Ставей. Прошу вас к нему обращаться. Вы знаете, это как элемент для медитации. Те, кто знакомы с медитацией, да? А кто не знаком, тем не менее, я рекомендую его. Смотрите, я его сейчас выставлю вам сюда в доступ. Прошу его скачать. Только из-за этого дома Скайвей. Вот он здесь. Если кто знает, справа есть возможность скачать материалы Скайвей, разрешить участникам загрузку своих ресурсов. Я разрешаю вам ее загрузить. И у вас такая возможность появляется. Поэтому работайте с этим. Здесь есть над чем поразмышлять. Я неоднократно повторял это. И сегодня решил это не делать. Просто прошу вас посмотреть на это. Пройдусь просто по блокам. Транспорт нового поколения технологии. Этот дом начинает жить только лишь тогда, когда идет внедрение производства. И производство этой технологии. То есть строительство. Иначе эта технология лежит в бумагах, в мыслях и где-то в квантовом пространстве. А реализуется нам через Экотехнопарк, в нашем случае, сертификацию элементов транспортной системы. Всех элементов. Начиная от первого болта, от первой опоры, от первой анкерной опоры до последней какой-то кнопочки или штриха на боку Юнибайка или Юнибуса. Далее идет пакет инвестиций, объекты инвестиций. Мы тоже сегодня немножко познакомимся. И только лишь тогда начинает как бы циркулировать воздух в этом доме. Начинает дом жить. Но этого всего невозможно без того, если раньше или в этом процессе не построен фундамент. Таким образом, это вам пища для размышлений. Дальше. Я все-таки хочу вернуться обратно к схеме. Сегодня я воспользуюсь старой схемой. У нас коллеги из Германии, дамы, не буду называть сейчас их имена, чтобы не ошибиться, там немецкие, есть Роза Мари, есть Жанна, есть Ирина. Они поработали над материалом и, на мой взгляд, сделали шикарный материал. Мне не удалось оттуда, вернее, я не стал сегодня сильно перенапрягаться, оттуда брать схему. Они сделали, ее надо было бы немножко тогда сделать, они сделали ее на немецком языке. Но очень доходчиво и простенько. У меня такая получилась инженерная схема. Но, тем не менее, она показывает возможности, скажем, или вернее, реальности, как сейчас у нас будет работать в кабинете юридическая подоплека наших инвестиций или юридическая база наших инвестиций. Правильно сказать, что я сказал так. Первое. Инвестор. Кто он не есть? Я, ты, он, она, мы, любой из нас. Это может быть юридическое, может быть физическое лицо, физическое лицо и, может быть, юридическое в ближайшее время. Вернее, если у кого сегодня есть желание и необходимость, то уже сегодня можно оформлять, но это делается пока вручную, потому что кабинет приводится в порядок и, наверное, в 25-м обещаю, вернее, предполагаю, не боюсь обещать, предполагаю, что он будет весь опробирован и чтобы там не латать целый месяц какие-то доработки. Сейчас с этим занимаются специалисты, которые даже еще дополнительный ресурс взяли. Инвестор делает инвестицию 100 долларов через Skyway Capital. Инвестиция уходит по закону, уходит через GTI, Global Transport Investment, в заостровную технологию, или она идет прямо, там есть возможности, но суть сейчас не в этом. Она уходит в экотехнопарк на строительство, на строительство осуществления работ согласно бизнес-плану. Но это все первый шаг. Далее, что происходит? Происходит следующее, что инвестиция, это инвестиция, 100 долларов, но происходит гарантия, дает поручитель, лимитский корпорейшн, дает поручение в виде акций и в виде акций Евразин Рес КВ Системс Холдингер, которая является залогом под эту инвестицию. и сегодня предположим, что это какой-то такой есть уникальный пакет, 1 к 100, то тогда получает залог, получаю я 100, то есть 10 тысяч долларов. Я, у меня эта возможность по договору есть, сразу воспользоваться и стать собственником, или взять в свою пользу этот залог. Это типа того, что я пришел к тебе занять у тебя 100 рублей денег или 100 долларов и принес свой топор и сказал, что слушай, если ты хочешь, я тебе через какое-то время отработаю, принесу тебе деньги и ты мне вернешь топор. А если ты хочешь, ты можешь сегодня воспользоваться уже топором, он будет твой. У тебя на это есть возможность, вот здесь поставь галочку и топор вон, а я пошел с 100 долларами делать то, что я делаю. Это такая примитивная сравнение, точно так же происходит, юридически построена так, что я становлюсь, воспользуюсь залогом, становлюсь акционером. Я сразу не становлюсь, у меня появляется право оформить себя акционером практически сразу и тем самым через регистр стать акционером. Я становлюсь акционером. 100 долларов прошел эти шаги, стал акционером. Инвестиция ушла в этот Теснопарк, а я через такую сделку становлюсь акционером. Еще проще инвестиция 100 долларов, которая имеет гарантию 10 тысяч долларов. Таким образом, здесь показано несколько другой аспект этой инвестиции. Это аспект разницы того, если смотреть, условно говоря, мы же очень обычные люди, смотрим, что я дал, что я получил. И в данном случае человек, инвестор дал 100 долларов, в прямом понимании, получил 10 тысяч акций в виде залога, и он ими воспользовался, сказал, все, залог мой. Но в этом правовом аспекте, или, скажем, по закону, который в большинстве везде действует, получается такая картина, что если человек воспользуется, или он рискует и берет в процессе, дает деньги на инвестицию, рискует в определенной степени, и не дожидается возвращения ему этих денег, а воспользуется залогом, то считается, что его инвестиция и была в сумме залога. То есть его инвестиция была 10 тысяч. Никакой разницы 9 900, никакой разницы для снятия налогов от какой-то прибыли и так далее. То есть я стал, моя инвестиция 10 тысяч долларов, я стал прямым инвестором этой компании, вернее, инвестором этой технологии и владельцем акций компании «Евразия Мироско-Миссия» с Мироско-Миссией. Все, тема закрывается. Дальше мы будем говорить о том, как дальше происходит там возможность получения дивидендов и так далее, но это не тема сегодняшнего разговора. Я просто хочу вам напомнить, знаете, как повторение, это никогда не помешает, мне постоянно задают вопросы. Дорогие друзья, пожалуйста, уясните для себя и для тех людей, которыми вы беседуете, которым вы передаете эту информацию, что же мы все-таки имеем и откуда растут ноги у всего этого потока залоговых акций, акций, которыми мы являемся, их акционерами. Это акционерное общество «Евразия Мироско-Миссии Симс Холдинга». Видите? Мы являемся акционерами, кто инвестировал, уже стал, приобрел или стал владельцем пакета акций «Евразия Мироско-Миссия Симс Холдинга». Но акции эти являются, выпущены этим акционерным обществом на основе имущества. А имуществом ее является, то есть понятно, да, акционерное общество, прежде чем кто-то его создает, он туда должен внести какой-то акционерный капитал. Так вот, акционерным капиталом Евразии and Rail Skyway Systems является 15% привилегированных акций Global Transport Investment, то есть компании, в которой материализованы технологии и know-how Skyway и оценена она больше 400 миллиардов долларов. Но, условно говоря, нам легче считать, если мы говорим просто 400 миллиардов долларов. Эти 400 миллиардов долларов, они как бы номинированы в акциях. 70% простых А акций, 70%, они каждая тоже по одному доллару, но они простые акции. И 30% это привилегированные акции. И эти акции такого типа, они не имеют голоса, но они имеют преимущество получения дивидендов. 20% от прибыли, распределяемой от прибыли, получаемой Global Transport Investment, а пропорционально количеству акций, в первую очередь отчисляются эти деньги и направляются акционерам. А акционерам 15% является Евразия, Rail Skyway Systems Holding. Но одновременно эти акции 15% являются имуществом. Так вот она на основании этого имущества выпустила свои акции. 60 миллиардов на 60 миллиардов долларов. Потому что 15% от 400 миллиардов, это есть 60 миллиардов. То есть один к одному. Не переоценивала, ничего не добавляла. Сказала, я выпускаю свои акции, простые акции, которые я буду как бы оперировать ими буду. И в связи с этим буду их содержать, регистрировать акционеров, которые будут появляться в процессе инвестиций. Таким образом, это акционерное общество, оно является держателем с одной стороны акций GTI, которые в ней находятся. Она не имеет права их никуда не отчуждать, ничего не делать с ними. Но она имела право выпустить свои акции. И таким образом осуществляется процесс инвестиций. И мы приобретаем в процессе инвестиций, становимся владельцами этих акций. И таким образом они в основном обслуживают сейчас первый адресный проект. Это Евразин, это, извиняюсь, Эко-технопарк, в котором строится его проектная стоимость 300 миллионов долларов. Появляются другие адресные проекты. Я не вдаю сейчас подробности, а каждый другой адресный проект, в нем можно воспользоваться акциями, Евразин будет в будущем, пока нет. Но группа компаний Skyway, она может это делать и будет это делать. Мы сейчас эти нюансы не будем вдаваться. Понятно, да? Глобал транспорт инвестмент, Евразин, Рейлс, Кавейс, Систем, Схолдинг. Задут вопрос, а кто такой и что такое Юницкий корп или Юницкий корпорейшн? Значит, Юницкор – это тоже компания. Ее владельцем является Анатолий Эдуардович Юницкий. Она владеет 70% этих акций и 12%, 13% теперь уже процентов, тут не совсем правильно, 13% из этих привилегированных акций. Таким образом осуществляется вот так называемая база, акционная база и акционерная база группы компаний Skyway. Теперь я при этом хочу вам сказать следующее. Вот смотрите, я сегодня приложил сюда фотографию. Это ближайшего прошлого, это август месяц прошлого года, чуть позже, чем август месяц, вот, закладывалась капсула, видите, еще на экотехнопарке лес, стоит трава, ничего нет, первая закладывалась капсула. Ну, дальше. Идем дальше. Уже в октябре, вернее, весной этого года, извиняюсь, весной этого года, в апреле месяце, мы видим, сколько людей это собрало. Здесь больше 600 человек в зале, пекин гостиницы, где была конференция Skyway Capital, а около тысячи, даже больше тысячи, предположительно, людей собралось на экофесте в Мариной горке. То есть, понятно, какая разница, небольшая группа людей, но за этим всем стояли уже много людей к тому времени. Но весь процесс, он постоянно нарастает и нас все время пребывает. Сегодня у нас уже более чем в 70 странах есть, скажем, акционеры. Вчера у меня спросили, и кто-то сказал, говорит, что, ну да, но там в одной стране же всего один или два человека, говорю, неважно. Один или два человека сегодня, когда-то и в Эстонии был один человек, сегодня нас очень много. Когда-то и в России было немного людей, сегодня их очень много. Таким образом, процесс становления Skyway развивается. И о чем это говорит? Это говорит о том, что строится дом Skyway. Идет процесс его развития, его строительства. Видите, сегодня мы уже, в отличие от того, что мы имели здесь, мы уже имеем адресный проект, реальный проект. Люди из Австралии уехали обратно с материалами, провели, как называем, визуально и такую, как бы, дополнительную диагностику и, как бы, мониторинг, кто и что и как делает. Они договорились о том, что надо еще сделать, подготовили исходные условия. Идет дополнительная подготовка документов еще. Окончательно передача документов вот-вот-вот произойдет в ближайшее время. Но они уже готовят исходные документы технического проектирования этой трассы в Австралию. Ведут полную подготовку. Процесс идет. Это тоже сигналы. Это сигналы мы видим здесь. Я повторю для вас, чтобы вы понимали. Видите, здесь мы говорили с вами про Global Transport Investment. Теперь смотрим, а что же у нас с Австралией? Кто здесь у нас? Global Transport Investment, если вы внимательно посмотрите. Здесь очень четко написано. Он финансист и владелец. Создается управляющая компания Global Transport Investment. и Founders University, он как бы является пользополучателем. Вместе создают этот проект. Но дальше идут партнеры-исполнители, которые будут вести этот проект. Здесь три представителя. И проектная, и строительная, и аудитерская компания из Австралии. И опять-таки Global Transport Investment. Он здесь и проектировщик, и он здесь имеет роль генерального подрядчика. То есть в этой схеме просто, простенько, но очень наглядно отображено то, о чем мы говорим. Это значит, что все-таки строится система таким образом, что Global Transport Investment, он во всех будущих проектах будет точно той же самой позиции. С разными возможными вариациями. Но цель или же главная идея будет сохраняться, друзья. Теперь я вам хочу сказать следующее. И мы потом перейдем к конкретным адресным проектам. Я колыхну в вашей памяти нюансы. Потому что, ведь даже вот посмотрите, в том выступлении, где Анатолий Гвардович в ролике, который кто успел, кто были с самого начала, успели посмотреть, он там говорит, какие объемы надо в России построить. А ничем не отличается ни России, от России нет, ничем отличаются другие государства. Есть хорошие транспортные структуры государства Европы. Но, я извиняюсь, целый ряд этих самых трасс, они требуют и улучшения, и капитального ремонта. И они, тем не менее, не дают возможности развиваться, удобно развиваться другим транспортным структурам. Пересечения этих трасс, они практически нерешимы. Приходится очень дорогостояще. Ведь, смотрите, ведь это же не от хорошей жизни сделана такая здесь структура. Представляете? Железнодорожная трасса, автомобильная трасса, здесь через нее переходят железобетонные эстакады, которые строятся. А это только маленький фрагмент возможных таких сценариев, их очень много во всем мире. И это очень-очень дорогостояще. Поэтому этот один километр так и стоит у других очень дорого. Но самое основное или одно из основных преимуществ КОВИ, это то, что оно не требует таких мощных капитальных затрат. Поэтому этот процесс идет очень динамично вперед и никуда от этого не деться. Я говорил и теперь уже имею право вам немножко приоткрыть. Смотрите, здесь вы прочитали. Рига, да? Вот эта синенькая, это так называемый из Эстонии идет рейл Балтик. Это типа Сапсан трасса или скоростная трасса до 250 км в час. Обычные поезда, ну почти что обычные поезда должны двигаться. Это практически мощная плотина, которая должна перекрыть от Эстонии до Берлина, ну, достаточную часть Европы, при Балтике Европы. Про ее строительство, ну, по разным оценкам, я приценивался, ясно никто не говорит, не совсем как бы совпадают цифры, но скорее всего просто никто явно цифр не высказывает. Но километр, я полагаю, что километр будет стоить от 50 до 100 миллионов евро. От 50 до 100 миллионов евро, один километр. Потому что это, там есть целый ряд таких затрат, которые очень мощные, вот, кизнологии. Это не наша цель, сейчас разбирайтесь. Очень большие затраты. Но, подходит к Риге, через Ригу это вообще был бы завал ее провести прямо, но подошли к Риге и хотели уехать дальше. Когда латвийские партнеры сказали, ну, друзья, ну, как так, в Сталине, ну, из Сталина, там где-то еще откуда-то, нам надо обязательно в Ригу, чтобы оно зашло. Это значит 20 километров до железнодорожной станции, 9,5 километров до аэропорта, и из аэропорта пойдет дальше. Всего 59 километров. Побольше 59 километров, а это по городу надо пройти здесь 9,5 километров. Это такой вид транспорта, это очень дорого. Это точно 100 миллионов один километр будет стоить там. 9,5 километров мы уже знаем. Таким образом, как мы к этому проекту, значит, он начинает вырисовываться или стал вырисовываться с апреля месяца этого года. Когда мы знакомились в Риге, знакомили, ну, достаточно высоких чиновников с этой технологией, и у них возникла идея. Они взяли как-то, значит, посмотреть, чтобы там, они же тоже понимают, что не выпихнуть, и не имеет смысла выпихивать тот проект, который уже получил, финансирование. Я имею в виду Rail Baltic. А как можно что-то сделать, чтобы он стал более рациональным? И вот у них возникла идея, мы начали думать, и практически сейчас вот крутится вопрос вокруг того, что, смотрите, если мы вернемся обратно, то если перейти, а это вполне реально, перейти просто на технологию сковей вот в этой части здесь, да, то есть от трассы до, ну, центра города железнодорожного вокзала и до аэропорта, если пройти здесь, эту трассу построить за счет 20 и 9,5 километров, построить за счет сковей, она будет работать две стороны, туда-сюда, то есть вперед-назад, то тогда появляется возможность исключить необходимость строительства вот этих 30 километров воссоединяться. То есть трасса скоростная как шла, так и будет идти, здесь будет узловая соединяющая станция, и все эти задачи заезда-выезда из риги из аэропорта будут осуществляться вот этим двусторонним, как бы, движением на базе технологии сковей. А это как было, так и уйдет дальше. И этим получается очень мощная экономия. Я тут очень скромно помножил 59,5 километров на 80 миллионов, получил 4 миллиарда 760 миллионов, вот, а всего, если это решить, вот только эту, это если 59 километров сделать, а если сделать только 29, это будет 307 миллионов по технологии сковей. Теперь отнимите от этой суммы эту сумму, мы получаем практически экономию, которую это дает, этот проект. От этого проекта используем технологии сковей. И когда мы в рабочей группе там разбирались, смотрели, они говорят, ну, даже если это будет 10 раз меньше, то уже и тогда имеет смысл это делать. То есть, ну, они говорят, что пока нет сертификации в полном объеме, вот, то, конечно, трудно об этом еще пока говорить, но они понимают уже, что предварительные предпроектные работы надо вести. Разводили сначала весной руками, что денег нет, сейчас уже подумали и имеет уже определенное представление, из каких источников какие-то предпроектные работы можно профинансировать. Это значит, что процесс не будет стоять. Так. Я тут прочитал сейчас, что тут у нас Новикова Татьяна, Москва. У вас тут СВИК? Нет? Нет, не СВИК, Татьяна. Я извиняюсь, что я запоздал. Ну, вы же потерпите или как хотите. Значит, таким образом, это есть один из фрагментов именно возможного адресного проекта, опять-таки. А, еще один маленький интересный нюанс. Значит, что, смотрите, последняя работа в рабочей группе, возникла даже такая мысль, что предположим, предположим, что, скажем, не нужно будет даже этой самой дурацкой, извиняюсь, трассы, пускай будет, они даже сказали так, пускай здесь будет узловая станция, даже если это не надо будет строить, даже, может быть, они даже предположили так, эта идея возникла от того, что построят, не построят эту Рейл-Балтику, получат деньги, вон, Англия уже вышла там, мало ли чего, мы уже не сильно на нее надеемся, но, говорят, но, говорят, вот это нам надо обязательно. От центра города, от железнодорожного вокзала, там, автостанция, здесь недалеко, вот здесь, чуть недалеко, здесь еще морской порт, куда пассажирский морской порт, от него до этой точки, и вот так дальше, они говорят, это нам очень-очень нужно, если мы хотим быть, как бы, ну, конкурентоспособными на Балтийском, на рынке Балтийского моря, на рынке, в котором мы находимся, транспортном рынке, аэроперевозок, железнодорожных перевозок, морских перевозок, то это для нас архив важно, и поэтому давайте и эту альтернативу не исключать. То есть, к чему это все, так, в таких определенных цветах вам рассказывают? Для того, чтобы вы понимали, какие возможности, где могут, как бы, притаиться. И, ну, и раз мы ходим и думаем, что вот нужна здесь трасса, или вот там обязательно надо поставить трассу. Конечно, нужно, но всегда нужно смотреть, где больше всего припекали. Вот отсюда надо и начинать. И тогда, тогда можно, вот опираясь на определенный опыт, это правильно и сделать. Поэтому смотрите, значит, я вернусь обратно или перейду к тому, о чем мы уже говорили. И когда-то я показывал вам справку, с чего надо начинать. И там в конце были первый шаг и второй шаг. Я их немножко, как бы, переформатировал. И для начала и формирования путевой карты проекта, любого адресного проекта, следует предусмотреть ряд предпроектных работ. Вот. И я разбил на два шага и рекомендую вам этим пользоваться. Первый шаг – это подписание соглашения о сотрудничестве. Вы знаете, вот я не буду сейчас называть целого ряда, как бы, процессов. Даже хотя бы тот, кто следил, например, за тем, что в последнее время делает Анатолий Эдуардович, Сибиряков Сергей, вот там Крыму в том самом, какие-то что-то, ну, были подписаны. Что самое важное, в Европе, в Братиславе были подписаны соглашения, соглашения о сотрудничестве. Это соглашения все. Это на очень высоком уровне, они могут быть чуть по более низкому уровню, но подписывается соглашение. Подписывается соглашение о том, что вы начинаете какой-то проект осуществлять. Например, хотя бы даже, что вы думаете? Вот этот проект в Австралии, вот, это выдержка из соглашения, где четко сказано, кто есть кто, что делает, кто за что отвечает. И здесь не эта схема, а там есть и схема, кто что вносит и что, кто что имеет после этого или от этого. В конечном итоге, ведь работаем, по-моему, на конечный результат, ведь в любом случае эти проекты имеют и экономическую, экономическую составляющую, экономический выход. И это очень важно. Поэтому подписывается соглашение о сотрудничестве, где указывается существо транспортной проблемы, которую предстоит решить и предполагаемой целью. Да, надо. Так, что там у нас идет? У вас тут не свик, нет не свик. Очень хорошо. Так, фильм «Небесная дорога Юницкого». Да, спасибо. Если есть вопросы, выставляйте время от времени и заглядывайте сюда, в этот чат наш, в переписке. Дальше. Идем дальше. Да что ж тут такое. Дальше, друзья. Там обозначаются возможные исходные условия данные. Что возможно? Мы об этом говорили. Там что есть, то и надо описать. Сколько километров? Какие варианты? Все, что в голову приходит, можно сюда писать. Потом оно пригодится. Мне записали, потом запишите. Потому что это предварительное соглашение. Предлагается план действий по подготовке проведения АЛАН-проекта или какого-то предпроекта. АЛАН-проект, в принципе, есть предпроект. Его по-разному называют в разных местах. Описываются предполагаемые источники финансирования и организации аэровенционной схемы. У меня тут обрублено почему-то. Вот. То есть, надо думать, откуда деньги, Зин. В любом месте. Опять приведу пример. Значит, на середине беседы в муниципалитете Юрма Лыбчера мэр говорит, что вы знаете, это все прекрасно, но финансирование же, вы же понимаете, что это немало стоит, а мы даже ремонтировать дороги можем, оглядываясь в кошелек. А вы говорите о строительстве, говорю, конечно, дело-то в том, что так и будете ремонтировать дороги, поэтому надо один раз посмотреть, продумать финансовую схему, а они, варианты, всегда есть. И когда мы начали смотреть, потом уже с его заместителем по развитию, то там вполне реально видно, что действительно, если привлечь одни ресурсы, другие ресурсы, а оказывается, немалым ресурсом являются и те владельцы каких-то маленьких санаториев, маленьких гостиниц и так далее, то опять-таки по принципу народного финансирования или частичного народного финансирования можно очень немало что сделать. А если выпустить акции, то можно уже больше сделать. А если выпустить какие-то векселя, еще можно что-то сделать. Но для этого надо привлекать партнеров и складывать схему. Поэтому это первый шаг. Но здесь не надо все это продумывать, надо только предположить, что вы только вот на тот момент, когда вы хотите это инициировать, имеете. Второе. Создается рабочая группа. Это может быть рабочая группа, это может быть правление, это может быть какая-то, ну, я не знаю, там, ну, самое простое, что приходит рабочая группа или инициативная группа. Формируется, кто туда входит. Вот, например, туда входят все заинтересованные представители сторон. Но желательно, чтобы их было не больше, не меньше трех и не больше семи. Это так называемые есть правила управляемости. Вот. И тогда более-менее работа ладится. Если там их очень много, то плохо и когда очень мало, тоже не очень хорошо. Хотя, в принципе, два человека могут что-то делать. Даже один может делать, но это уже не группа, это одиночка. Заключат договор о конструкторском бюро за острунные технологии. Но туда пока нету финансирования, нечего идти в Тереби. Ведь у них и так немало работы. Ведь, смотрите, если мы посмотрим с вами сейчас, какова структура у них расходов, мы видим, что до конца 2016 года на проектно-конструкторские работы нужно 7 миллионов долларов. Это то, что надо для Экотехнопарка. А теперь приходим мы и говорим, Анатолий Градыч или, я не знаю, может быть, Кирилл Бадулин, который управляет подготовкой проектом, является руководителем исходных заданий и так далее, написания бизнес-планов, проработки экономической проработки проектов. У них вообще времени нет. Работы хватает. Поэтому, если нет денег, а работа важная, тогда надо думать, откуда взять деньги, чтобы привлечь еще человека. Но для этого надо платить деньги. Никто бесплатно не будет делать, в принципе. Поэтому это очень немаловажный вопрос. Заключается договор, если это ясно, где деньги, и тогда заключается договор к финалу разработки аван-проекта и бизнес-плана реализации проекта. Подготавливается обоснование инвестиционной привлекательности проекта. Но это тоже нужно денег. Это значит, что весь проект нужно продумать. Это этапы. Но надо начинать всегда с малого. Это то, что я уже сказал. С первого шага. Вот здесь уже начинает то, что проясняться. И тогда можно подготовиться ко второму шагу, чтобы сделать. А так, занесли ногу, сделали первый шаг, можно остановиться. Ничего страшного, если не созрело. Просто только вы потратили время, потратили какие-то средства на бензин, на какие-то исследования, может быть, на свой страх и риск. И все. Но чтобы перейти на второй шаг, надо очень четко знать финансовые возможности и финансовые ресурсы. Владимир, существует ли возможность влияние на развитие проекта со стороны каких-либо деятелей политики негативного влияния в России? Благодарю. Вячеслав, вы знаете, на мой взгляд, сейчас нет, не существует. Да это и никому ни к чему. Может быть, прямого нет. Я не вижу здесь такого прямого. Но представьте себе, предположим, Жириновский начнет, скажем, на кого-то влиять. Ну, подкупить, я извиняюсь, значит, перед Жириновским, что я его использую на такую очень одиозную фигуру, хорошую. И мне как-то вот он пришел в голову. Предположим, вот у него что-то вот... Что там эти белорусы, там мы русские можем или что-нибудь такое. Хотя он славянами и белорусов считает, поэтому навряд ли на них наедет. Но тем не менее, какой-то политик, значит, нужны ресурсы для того, чтобы это сделать. Ведь это же народный проект уже. В той же самой Белоруссии политик очень сильно подумает даже, если ему... Ну, почему? И почему бы ему это нужно было? Разве что, если кто-то его подкупит. Понимаете? Мы знаем, когда, значит, проекты загибались. Почему из Литвы выжили эко-технопарк, который первоначально должен был устроиться, предполагалось, иначе не только предполагалось, все было сделано для того, чтобы он шел процесс под Шауляем. Только потому, что Сименсу это было не угодно. Многим растут оттуда, друзья. Ничего не от другого. Ну и в какой-то степени, может, от того, что там аэропорт натовский, вернее, аэродром натовский, он не аэропорт, а аэродром натовский рядом. Вот и все. Две причины. А отвечая вот этот вопрос, что влияние из России политиков, а другое косвенно какое-то, ну, может, ахай, там, или осмеять, или еще. Ну, пардон, это же пустословно-то не будешь говорить. Ведь в интернете и так много крутится различного злословия в адрес всяких инноваций, в том числе и скальвей. Ну, пардон, это, знаете, вот, когда это шаг, шаг, мой скалай, это караван идет, потому что нас много уже, понимаете? Нас уже, скажем так, 300 тысяч тех, кто проинициировались, а активных нас уже сотня тысяч. И это не просто, дорогие друзья, просто так взять сейчас и сказать, что нет, это не пойдет. Плюс каждый день, каждый из нас, ты, он, она, я, мы передаем эту технологию, мы ее как бы инициируем, мы работаем с вами и в прямом вот жизненном пространстве, и в квантовом пространстве, мы об этом думаем. Многие из нас, мне говорят, Владимир, я уже даже ночью сны вижу. Я говорю, для меня это уже просто, для меня, это как, знаете, как проснуться и не вспомнить, что что-то ты про технологию или что-то в связи с этим где-то видел, там, какой-то пакет или еще что-то. Это значит, как будто маленькому ребенку мультик не посмотреть, понимаете? Поэтому это очень непросто. И только тогда начинает что-то двигаться, когда таких людей становится, критическая масса становится широкая. И это тоже есть дом Скайвей, дорогие друзья. Вернемся, посмотрим. Вот смотрите, это есть тоже тот же самый дом Скайвей. Вот он, это есть дом Скайвей, вот мы здесь. Это человек, это информация, обучение, это есть идея на духовная зрелость, готовность и зрелость, это взаимоотношения, это операция, сотрудничество. Вот они здесь, медитативные элементы нашей работы с вами. Ну не будет, понимаете, одного того, что я заплатил и жду, когда мне довезут до благополучного состояния. Да, такие люди есть. Есть абсолютно, в любом процессе есть. Но вы понимаете, что есть так называемые статистические как бы закономерности распределения. всегда есть 3-20% таких людей. И есть, наоборот, 3-20% таких людей, которые являются инноваторами, инициаторами, активными. Они везут. И между ними 30, или вернее, 20% с одной, 20% с другой, между ними 60%, которые вертят головой и смотрят. Ага, каких больше? Больше тех, которые доношатся и пробивают, проясняют, разъясняют. Они начинают, о, по-моему, они правы. И к ним начинает, народ отсеивается, отсеивается к ним, примыкает, примыкает, примыкает. И вот мы сейчас с вами наблюдаем такой процесс, друзья. Поэтому там, с другой стороны, люди, тоже есть 20%, которые поглядывают в эти 60%. Он говорит, из 60% еще трое перешли туда. Там, наверное, что-то есть. И они уже мало слушают тех же процентов, которые хаят все это делать. Понятно, да? Такая вот есть логика. Я немножко как бы делюсь с вами тем, что я знаю. Поэтому идет процесс очень важный, который нельзя не учитывать. Значит, тут есть еще вопрос, будет ли договор в РСВ или это только в капитале. Договор какой? И в РСВ тоже точно такой же договор. Именно РСВ является практически, она не традиционная, как бы фонд, но площадка инвестиционная, площадка. И поэтому там те же самые документы будут, как и у Скалей Кэпитал. Если я правильно понял, о каком договоре вы говорите. А у вас уже куплены акции, ничего страшного. Что там переоформлять? Ведь, скажем так, я думал-думал, юристы мне тут мозги морочили, я не юрист сам, да? И я вам расскажу такую вещь, вот этот вопрос. Ольга спрашивает. И нужно ли будет оформить уже купленную акцию? Их, конечно, нужно оформлять. Но я догадываюсь, в какую сторону вопрос дает. Ведь, понимаете, она предполагает, что я когда-то вот купил, или я тоже могу подумать, что я купил, ну не купил, извиняюсь, а стал, купил тогда. Мы же покупали, да? Мы покупали и различные обучающие пакеты, потом нам дарили акции и так далее. Все было. То есть у нас есть уже акции. И теперь возникает вопрос, как им потом считать. Вы знаете, очень просто. Начиная там с завтрашнего дня, или скорее всего, начиная, вот, я боюсь вам дату сказать, я уже несколько раз солгал вам, не по своей вине, поэтому не буду сейчас говорить дату. Но начиная с энной даты, которая вот-вот-вот, она через 3-5 дней будет, когда будет весь пакет подготовлен в кабинете, да, будут договора, которые они есть. И поэтому мы их только будем представлять, понимаете? И я говорю, что очень просто. Я вот покажу договор, что я в процессе, в таком же процессе, вот он у меня стандартный есть, я в процессе, в таком приобрел эти акции. Вот и все. Или они у меня уже там есть. И там не надо доказывать, с какой ценой или что там они были куплены. Они есть по этому договору или по этому основанию, по этому меморандуму. В личном кабинете. Да, конечно, акции оформляются не в личном кабинете, значит, Татьяна из Якутии, а процесс осуществляется в личном кабинете, через личный кабинет, а фактически акции оформляются в акционерном обществе. Мы только декларируем, мы там получаем промежуточные сертификаты. В конце мы получаем уже сертификат наличия, присутствия этих акций в реестре акционерного общества Евразия Рейлская Вейсистемс Холдинга. Поэтому, да, Ольга, я понял, значит, вас правильно, спасибо. Ну, я в какой-то степени вам ответил, мы на эту тему еще будем говорить. Я так полушуткой сейчас вам ответил, но мы будем об этом еще говорить в ближайшее время. Значит, смотрите, так, это мы с вами разобрали. О, тут я вам не благодарю, еще не заканчиваю, не спешите. Значит, смотрите, что у нас здесь еще, с вами я хотел о чем поговорить. Про Ригу поговорили, про инвестиции поговорили. Я еще хочу поговорить с вами про дивиденды. Тут тоже я, ну, не всем все понятно. Смотрите, я сделал очень простой крестьянский расчет. Он, правда, немножко, как бы здесь топорно в виде какого-то текста вам постараюсь его сделать более наглядно. Тут меня раскритиковали. Значит, я принимаю эту критику, обещаю исправиться. Но, тем не менее, здесь есть вся информация. На 60 миллиардов долларов акций, одна акция при этом 1 доллар, это номинальная стоимость каждой акции, да? Чтобы получить 1 цент дивидендов на одну акцию вот из этой большой кучи, неважно, у кого-то там миллионы акций, у кого-то 100 тысяч, у кого-то там 500 тысяч, у кого-то там 10 миллионов уже этих акций, вот из этих 60 миллиардов, у каждого номинальная стоимость одной акции, 1 доллар. И теперь, чтобы получить на каждую акцию, это и есть дивиденды по одному центу. Один цент – это одна сотая доллара, если я не ошибаюсь, вот на одну акцию. Что для этого надо, вот при какой ситуации это может произойти? Первое, это значит, что надо иметь 60 миллионов долларов. Если мы имеем эти 60 миллионов долларов, то можем предположить, что это 20% доля от привилегированных, которая пришлась на привилегированные акции, а это привилегированные акции, да? Видите, где здесь у нас привилегированные акции. Вот, видите? Это привилегированные акции. Не написано, но поверь мне на слово. Вот. И таким образом 20%, 600 миллионов, тогда должно быть прибыли 3 миллиарда долларов. Правильно я говорю? Правильно. 3 миллиарда долларов прибыли, чтобы получить 1 цент на одну акцию. Но для этого, что нужно для этого сделать? Поработать надо. Нам с вами надо сегодня поработать, завтра поработать, через месяц завтра надо поработать, в хорошем смысле этого слова, в свою пользу. Я уже эту мысль высказывал, что да, кто-то вкладывает сюда свою энергию, свою инициативу, свое желание, свое понимание, а кто-то бежит, зарабатывает лопатой работу, кто-то там просто пашет и так далее, и думает, у каждого есть свой выбор. Но поработав в этом направлении, мы вкладываем определенную энергию в то, чтобы и ресурсы, и средства, чтобы люди инвестировали, чтобы я сам инвестировал. Это не надо отрывать от последнего, а здесь можно шаг за шагом понемножку участвовать в этом процессе и становиться владельцем акций. Таким образом, скажем, мы создаем предпосылки для строительства экотехнопарка. Я так загнул издалека, но я веду разговор к тому, что сейчас архиважно закончить весь сертификационный процесс, начать, завершить начало или запустить дальше более интенсивно процесс сертификации, выступить на Берлинской конференции или Берлинском финнотрансе, всемирной выставке, хорошо провести Берлинскую конференцию. Вы знаете, почему нам надо хорошо Берлинскую конференцию провести? Потому что сегодня Германия, где десятки миллионов, я сейчас забыл точно, 58 миллионов, по-моему, всего населения Германии или около этого, да? А собирает Германия инвестиции на такой важный проект, как Старвей, всего 78, плюс там еще чуть-чуть, скажем, 84 тысячи. Эстония маленькая, представителем которой я являюсь и очень сильно горжусь этим, здесь нас всего со всеми владенцами, со всеми такими же пенсионерами, как я и так далее, со всеми сторонниками-противниками НАТО и сторонниками-противниками Евросоюза на почти 2 миллиона 200. И наш месячный вклад в проект строительства дома Скайвей был за последний месяц, мы тоже тут разные фортеля выписываем, но был стабильно больше 100 тысяч. Это 140 тысяч, мы вложили в копилку, в общую копилку Скайвей инвестиций. И это, товарищи, друзья, коллеги, дамы и господа, очень серьезно. Поэтому, от чего это зависит? Это зависит от того, что люди активно участвуют в этом процессе. И только тогда бывают результаты. И поэтому очень важно то, как мы подготовимся, кто приедет, как мы выступим, что Анатолий Эдуардович со своей командой сделает при нашей поддержке на «Энотранс-2016». Там есть еще очень важная составляющая, которая касается непосредственно нашей темы адресных проектов, а именно это то, что уже только в моей практике я могу целый список изложить людей, которые благодаря информации, которую я приносил со своими коллегами, не только я один, а со своими коллегами, приносил им, они принимали решение. То же самое Юрмали вчера. Четко было принято решение. Они сказали, кровь из носа, деньги мы найдем, а в день человек точно съедет на «Энотранс-2016». Мы, говорит, до этого и не слышали про такую большую, мощную выставку. Теперь мы поедем, и мы в первую очередь придем на вашу экспозицию. Это говорили мне в Риге тоже позавчера. Так что я уже не говорю о Талине, я уже не говорю о Москве, где я встречался с людьми и так далее. И это могут сказать все мои коллеги, не только я. Я просто поднимаю сейчас этот вопрос. Поэтому это очень серьезно, дорогие друзья. И смотрите, а что для этого надо сделать, чтобы эти 3 миллиарда прибыли получить? Ну, возьмем скромно, потому что здесь различные бывают прибыльность проектов. Обычно закладываются достаточно большие строительные проекты, они не с высокой прибыльностью. Но если учесть ту технологию и те заделы, которые есть в технологии «Скавей», мы можем сказать, что такая скромная процент прибыльности – 10%. Возьмем его, то это значит, чтобы получить 3 миллиарда прибыли, объем заказов, которые будут выполнены, был бы 30 миллиардов долларов. Годовой объем. Мы же говорим о дивидендах за год, правильно? Сколько нужно построить или продать? Итак, продавать мы не будем, ибо акции мы тоже собираем и в себе создаем инвестиционный пакет, создаем базу пассивных доходов. А говорим мы о пассивных доходах, сейчас о дивидендах. Сколько нужно построить или продать? 3 объекта по 10 миллиардов каждый. Это 30 миллиардов как раз мы получим. Значит, а где база? А мы знаем, что один километр, возьмем так, повыше, да, его строительство одного километра от 3,5 до 10 миллионов долларов стоит один километр. Возьмем по 10 миллионов один километр, предположим, что мы строим все в очень трудных условиях и в городах, то это 3000 километров надо построить. Скорость строительства одного километра один день. Это один день, если строить вот так вот подряд, да, технологии очень современные, а если строить модулями и навстречу друг другу, то можно строить значительно быстрее. Поэтому построить можно за один год как он. Это абсолютно реальный вариант. И что это для меня значит, если предположим, что у меня только миллион акций? Это значит, что окей, ребята, GTI и все мы с вами, дом Skyway весь, поработал таким образом, что я простой акционер, который удалось собрать своими инвестициями в процессе там года, двух или не важно сколько, да, и вообще-то это важно каждому, но сейчас несущественно, вот, получаю со своего миллиона акций, получаю 10 тысяч долларов дивидендов. Неплохо, неплохо. Вот такой пример вам. Так, 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 или я про новый договор, так, или 300 миллионов долларов. Нет, Владимир, а сколько собирают белорусы? Не скажу, это вы у них спросите. Не знаю, просто я сейчас не знаю, враг не буду. Собирают. Белорусы тоже молодцы, они очень там мощно начали работать. Вот. Теперь смотрите, что у нас тут еще есть, на этом мы еще не будем говорить, это не тема для нашего сегодняшнего разговора. И, наконец, наконец, вопросы. Скайдей, белорусы, Тамара, Магирев. Так, есть у вас вопросы, дорогие друзья? Значит, я, тогда, если пока нет вопросов, собираетесь там с мыслями. Вопросов нет, но есть мысли. Я, значит, просто вам скажу для информации, что все-таки готовятся более серьезные шаги по адресным проектам. Сейчас мы просто не имеем права отвлекать внимание и энергию от процесса инвестиций. Вот. Где-то около 12 адресных проектов находятся в работе. Из них 5 в активной фазе подготовки. Один уже, вот, мы знаем им, разматеем, что он есть. Вот. И поэтому процесс идет в правильном направлении. Все зависит от нашей активности, от нашей последовательности, друзья. А то, о чем мы здесь говорим, приходите сами, приводите людей, и это даст возможность. Скажу вам из опыта, что в нашей небольшой Эстонии, вот, мы сейчас стали проводить семинары уже по городам. Раньше только в Таллине проводили, самые активные приезжали. Сейчас люди попросили, но стали ездить и в Тарту, и в Пиарну, и вот в Нарву сейчас собираемся. То есть, вы понимаете, через это мы раздаем людям возможность участвовать в процессе инвестиций и формирования своего будущего. Это то, о чем уже говорили, стратегия изменяется, я рассчитываю, инвестирую, создаю пассивный доход в евре, как или в долларах на будущем. А может быть, вообще в чем-то новом. И об этом мы тоже с вами говорили, потому что фактически сегодня это доллар. Ну, доллар, это столько-то рублей, мы не знаем, что будет доллар завтра, что рубль будет завтра или послезавтра. А акция, она, как говорят, знаете, она и в Африке акция, она и в России акция, она и в Америке акция. И ее можно всегда изобразить или трансформировать в тот вид финансовых взаимоотношений, который будет действовать на Матушке-Земле. Поэтому, если вопросов нет, я призываю вас строить Скайвей, спасать планету и таким образом идти вперед. То есть Скайвей, спасать планету. Веба Бурин говорил о возможности конвертации акций. Хотелось бы услышать подробнее, не обязательно сегодня. Да, услышите. О конвертации я тоже расскажу, когда еще что-то узнаю, пока сколько есть предположений, что акции будут делать. Потому что я знаю, что ведется, и Бурин, он много усилий со своими коллегами и в круге тех, как бы, ресурсов, которыми он пользуется, использует. Извиняюсь в хорошем смысле этого слова. Они готовят сейчас вариант, выбирается выгоднейший вариант для нас. Мы не будем разрабатывать ничего доморощенного, а именно как услугу аутсорсинг будет использована уже существующая площадка электронной биржи. Подумывается о том, когда и что является выгодным условием выхода, какие консультации ведутся с специалистами, которые подготавливают обычно пакеты акций для выхода на IPO. То есть в этом направлении тоже работа идет, но идет пока в рамках дозволенного, доступного и финансовых возможностей. Но процесс идет. Вот таким образом. Хорошо. И таким образом спасибо вам, дорогие друзья, за участие, за вашу активность, за вашу поддержку. Еще раз, строй сковей, сполосай планету. Удачи всем вам, хорошего завершения недели, хорошего отдыха, хорошей погоды, благополучия вам, доброго здравия вам и вашим деткам, вашим близким. Спасибо.